Меня зовут Ольга Луцевич, я работаю в детском образовательном центре учителя математики. Я люблю поспать, но у меня есть кошка, которая меня будит. Она хочет есть, поэтому я встаю, чтобы покормить кошку. Я очень люблю свою кошку, поэтому у меня утро всегда очень доброе. Когда я прихожу на работу, мое рабочее утро начинается с чашечки кофе. И это не сколько выпить, сколько почувствовать запах. Это своеобразная ароматерапия. Я люблю свою работу, поэтому я всегда готова к ней. После того, как я выпила чашечку кофе, я иду работать с детьми. У меня дети дошкольники, поэтому мне нужно, чтобы на уроке было всегда все очень четко. Поэтому все мои пособия должны быть в порядке и готовы. Мне всегда нравился мир детей. Мне нравилось за ними наблюдать, мне нравилось их слышать и слушать, и я их понимаю. Поэтому я работаю с детьми. Было три овоща. Капуста и две картошки. Собрали урожай и прибавили к ним еще пять овощей. Два огурца, две тыквы и один перец. Вместе получилось, дети, сколько овощей? Пять! Все, прекрасно! Какие качества нужны для педагога? Это, конечно, знание детской психологии. А еще умение выстраивать методически грамотный урок. А личностное качество для меня – это, в первую очередь, наверное, сопереживание с ребенком, понимание его настроения здесь и сейчас и принятие его. В возрасте 3-4, 4-5 и кусочек 5-6 мы очень часто используем много игровых приемов, потому что дети учатся через игру. Как только детки начинают уже подрастать психологически и подготовка к школе идет более активная, мы постепенно переводим на более классную систему и уже чуть-чуть меньше даем игры. Но игровая форма присутствует всегда в дошкольном возрасте. Если в доме цифра 9, значит весь каблата 9. Мы не забываем, что мы, в общем-то, айтишная страна, поэтому именно математические эти приемы, они потом в последующем дадут достаточно хороший выхлоп на более высоком уровне на высшем образовании. Но все равно база, которая идет к первому классу, она должна быть, и мы к этому готовим детей. Мне нравится моя работа, потому что здесь я общаюсь с детьми, заряжаюсь позитивом, я четко знаю, что у них будет отдача по моему предмету. И, может быть, впоследствии мне когда-нибудь помашут из какого-нибудь космоса. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.